и так не отпускает меня именно предыдущий ролик именно где модель игровая сеткой decimate и вот хочу все таки добиться вот такого же результата так давайте будем экспериментировать что сделаем пока оставим только персонажа остальное так вот все по выключаем штаны и где тут у нас катана ну и вот эту штукенцию тоже ножны долой и так вот такой персонаж да так выбираем его смотрим какая у него сетка так у него опять же мы не поймем таким образом так что же сделать ну давайте все включим опять наверно все вот эти саптулы и попробуем все это дело значит control и и все ненужное дилит так у этого персонажа у нас вертиксов 137 фейсов 140 трисов 275 тогда смотрим его сетку сетка вот дайна мишевская плотная попробуем сделать теперь shift d дубликат почему нету так shift d щелчок получается у нас вот персонаж да так control z немножко давайте его выровним вот таким вот образом вот так вот так теперь делаем shift d так n включу скринка с кей n панель отключаем видимость того что я нажимаю слева жмем shift d щелчок теперь у нас два персонажа верхний будет у нас высоко полигональный ниже нижний сделаем низко полигональным заходим теперь в эту модификатор и находим модификатор значит децимейт мне интересен именно децимейт понятно что можно сетку ремешером уменьшить и так далее нет мне интересен именно этот вариант так верхнего персонажа отключаем и децимейт погнали 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 это много так ладно сбросим все это дело контрол z мышкой не получилось будем так вводить 0 . так 0 500 ждем смотрим сетку применяем пока вот это все дело смотрим какая сетка это еще даже плотная в принципе уже пойдет надо теперь вот таким образом удаляем пока удаляем дэлит вот этот именно саптул персонажа у этого персонажа вертексов 6000 фейсов 13 трисов 13000 контрол z нажимаем возвращаем персонажа и попробуем давайте еще раз вот так делаем еще раз децимейт вот этому персонажу но только уже мышкой он уже легкий смотрим что получилось так ну вот еще вот так вот применяем я хочу чтобы он прям совсем ну вот тут это еще более менее похоже на персонажа вот как девка была игровой персонаж теперь что делаем пробуем все это дело шейдер смут получается у нас вот сглажено вроде бы все да нормально как и у девки тоже там все сглажено в принципе выглядит прикольно включаем теперь верхний вот этот персонаж именно мэш раз черепаха у меня развертка черепаха так сокращение и этот модификатор добавим шаринку рэп вот этот обтягивание теперь что нужно сделать так вот эту часть я сейчас чуть-чуть вытяну поближе его так вот подведем и будем смотреть так здесь выставляем значит с какого персонажа мы хотим детали спроецировать вот с черепаха 0 в смысле первую это черепаха так и вот применяем базовые вот эти пока настройки жмем апли отключаем верхний персонаж вы видите что ни хрена не тот результат возвращаемся значит делаем что поставим project все у нас тут тут в доме обломовых по потянуло ставим негатив так теперь к негативу вертикс вот этим можно прибавить вы видите что вертикс групп здесь есть стрелочка если мы стрелочку вертим туда или сюда мы можем прибавлять детализацию вот эту так ну вроде бы что то тут есть теперь project можно поставить спереди сзади можно отключить и можно здесь поставить опять же здесь есть именно тоже давайте я вам переведу преференции принцип уже понятен так русский язык и значит на поверхности внутрь наружу наружу к поверхности вот мы можем здесь вот над поверхностью ставить режим привязки так если мы поставим по x это нехорошо положительно отключим тоже нехорошо спереди поставим но черт его знает сзади вот давайте попробуем вроде так нет выключим дополнительные вспомогательные опять же поставим раз черепаха и поставим вот так вот вертикс групп ну вроде бы все здесь еще предел есть метрах если прибавляем уменьшаем будет расти и так далее так ну попробуем давайте все это дело применим применить отключаем верхнего персонажа и видим что опять ни хрена так значит назад control z control z где тоже должна это быть самая важная . попробуем другим макаром добавим значит подразделений ну тогда уже будет так если мы это отключим так нет не растут уровни вьюпорта можно еще добавить допустим до троечки до теперь включаем вот этого персонажа это все дело значит применить и делаем значит опять же обтягивание на обтягивание ставим опять же проецировать добавляем вертекс групп добавляем раз черепаха инвертировать на поверхности внутрь наружу на поверхности оставим так и тэнс 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 во вертикс групп нажался ну пробуем применить отключаем во вот это да теперь смоем сетку а сетка у нас подразделена вот поэтому так и получилось это уже не есть хорошо цель не такая сетка от децимейтовская значит сабдивизии добавлять не будем короче вот этого персонажа мы одного значит делит оставляем опять вот этого первого делаем ну опять же shift d щелчок он теперь у нас опять дублированный выбираем второго персонажа первого отключаем и попробуем теперь упрощение поставить децимейт значит 0.0 400 так теперь гладкое затенение shader smooth мы не делаем а просто пробуем спроецировать детали упрощение пока давайте не применять а поставим теперь опять же обтягивание на обтягивание ставим первого персонажа черепаху добавляем так где у нас тут вертикс групп так смотрим сетку отключаем персонажа включаем вроде должно что-то произойти хорошее теперь project кто-то проецирование не ставим а просто ближайшая точка поверхности пусть будет и ставим применить применилось отключаем верхнего персонажа я изменений в принципе сильных не вижу и делаем гладкое затенение ну персонаж в принципе выглядит хорошо гладко правда без деталей без всяких весит он конечно тоже мало так применяем тогда вот это упрощение и попробуем еще раз обтягивание нанести опять ставим черепаха включаем персонажа теперь попробуем проецирование инвертировать спереди так на поверхность смещение 0 группа вершин добавляем все это дело применяем отключаем и результаты найн так но если сейчас мы включим развертку вот она развертка то в принципе персонаж то и неплохо выглядит он сглажен на нем нарисованы всякие текстуры если еще добавить допустим вот к этой развертки normal map давайте все это дело теперь сделаем normal map добавим и посмотрим как будет выглядеть персонаж заходим в шейдинге и добавляем значит здесь я уже на английский переключусь ты посмотрели что там написано и будем так английский включаем находим это значит normal map ищем я тут так часто вот он что забывают где что находится теперь смотрим что происходит эту поднимаем персонажа чуть-чуть прикручиваем давайте так чтоб его видно было что с него все будет происходить теперь normal map подсоединяем к нормал и получается вот это делаем копии это значит сюда по моему так да или альфу надо так тэнс сейчас посмотрим подгружаем normal map где тут рабочий стол где тут ниндзя и подгружаем смотрим тэнс так альфа а если колор так пробуем другую развертку вот этот так значит это колор не надо надо альфу да так ну опять же а если на тангет и переключить результат я не вижу он есть но он не четкий так пробуем еще одну так какую еще не пробовал вот эту наверно так вот здесь здесь уже сзади не есть хорошо пробуем другую то значит пятое тоже что то здесь все через G так так ну вроде а а а не она так так что тут еще есть так так вторую пробуем смотрим лаяут ну вот нормал мап и так берем еще раз персонажа включаем ему сетку делаем shift d дубликат сбрасываем левой кнопкой мыши верхней сату мыши отключаем видимость добавляем decimate так это значит добавляем добавляем децимейт еще раз тут уже 0.0 давайте 500 пойдет так 500 должно хватить ну такая сетка вроде пойдет смотрим что тут происходит ну при анимации персонаж будет выглядеть в принципе нормально вот так вот но если мы сейчас все это дело сгладим добавим чуть-чуть деталей на сетку применим включим опять же персонажа верхнего сделаем queen web черепаха вертикс оставляем базового аппли отключаем смотрим нифига интересно значит ctrl z ctrl z опсеты добавляем ставим нерект пробуем ну в принципе вот есть у него рот и вот так он выглядит ну в принципе мягко если мы сейчас норму вот это отключим включим цвет так теперь где этот ад лихт поинт добавляем ему освещение солнце ставим допустим 8000 7 7 на нампаде так тройка на нампаде находим где этот цвет нет 2 что такое что такое так так еще так поменьше так ну в принципе персонаж ничего так смотрится мягко вот с такой вот сеткой так что то у нас где ты солнце r вот так вот g вот так вот тени есть вот теперь этого персонажа давайте сделаем так сохранить файл так экспорт fbx рабочий стол открываем теперь именно сохраненный этот проект ниндзя сбор теперь файл импорт fbx рабочий стол и находим этого ниндзя инк тик 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 что-то я не понял так это значит делит так правильно а вот этот зеленый так наоборот ну да вот этот промешнутый этого значит делит этого значит тоже делит а вот этого попробуем подставить сюда вот так раз ну вот с такой сеткой принципе он неплохо смотрится вот если полностью в экипировке одеть нормальный у него вид и сетка у него вообще легкая легкая но вот этот еще покатит вариант вот так можно где-то еще тут чуть-чуть его подкрасить добавить какие-то детали и будет персонаж шикарный о подборка материала маткап еще подобрать и будет вообще классный перс все всем пока до свидания